Всем привет! Захотелось мне снять видео и рассказать вам немножко такую подноготную канал, открыть, почему я вообще решила снимать новости, акцентировать на чем-то внимании, почему я в дисклеймере вначале всегда говорю, это те новости, которые на самом деле интересуют турок, о чем здесь сплетничают в обществе, о чем турки хотят знать. Потому что я вам сегодня расскажу, откуда турки берут информацию, поглощают ее новости, информацию, вот этой социальной жизни, и вообще нужна ли им эта информация. Есть ли в Турции пропаганда, все, что с этим новостным связано. Сначала ведемся на такую небольшую информацию, статистическую хочу вам дать, потому что я знаю сегодня, что я буду рассказывать. Периодически под моими видео о новостях такое всплывает. Некоторые люди пишут о том, что турки безграмотные, ничем не интересуются вообще, они образованные, проблема с высшим образованием или его получением, то есть малообразованных с высшим образованием людей, маленький процент в стране. Вообще о чем вы говорите, они вообще такие, сякие и так далее. Поэтому я хочу сейчас немножко рассказать об образовании, о статистике на этот счет, а потом уже перейдем к теме, откуда же турки на самом деле черпают информацию, какими источниками интересуются и как в этом всем в стране здесь это происходит. С последним изменением в законодательстве об образовании, порог вступления в школу, дети здесь в школу идут, обучаются в начальной школе с 5 лет. В 23-м году, последняя статистика в 2023 году, уровень завершения начальной школы среди детей составил 98,5%. Как девочек, так и мальчиков. То есть с религиозного момента вот в этом плане нет, здесь учатся на равных и мальчики, и девочки. Если вы говорите, что вот в городах это то, а в деревнях другое, это статистика по всей стране. И турецкий ребенок, как и, например, в России, в странах СНГ, обязан ходить в школу. Да, существуют органы опеки, и они проверяют, это на балансе, да, за этим отслеживают, то есть ребенок, родители должны обеспечить возможность ребенка к образованию. Соответственно, заканчивая школу, они умеют читать и писать, да, про грамотность. Тут вопрос как бы у нас снимается, что все турки неграмотные, например, или там мало кто умеет читать и писать. Если мы берем число грамотных людей в Турции, постоянно это росло число с 2008 года по 2023, то есть эта статистика у нас идет вверх. По состоянию статистика на 2023 год, потому что 2024 еще не закончился, статистики я на него не нашла в интернете, то это примерно 75 миллионов человек в стране. Это 97,6% от всего населения Турции. Про грамотность, про чтение и так далее. Вот зачем вот эта вся прелюдия моя громкая, долгая нужна была? Про новости, сведения, откуда люди вообще берут информацию в Турции. Вот так что про уровень образования, развитости их и так далее. Не будем говорить, что все тупо смотрят телек, никуда дальше не заглядывают своего носа. И что им пропаганда в телевизоре сказала, тому они и верят. Совершенно нет. ТВ и интернет, в частности соцсети, это бывший Твиттер, а теперь Икс, и Инстаграм, это самые главные новостные информационные показатели. Это то, чем питаются турки, откуда информацию они берут. Это делится по возрастам. Поколение, конечно же, самое возрастное взрослое, они смотрят телевизор и читают газеты. Газеты у нас еще остались. Они, конечно, уже изживают себя, но у турок есть традиция такая, при завтраке, особенно в воскресный какой-то день, полистать газетку, сам вот этот ритуал. Понюхать газетку, полистать странички, пошуршать листочками, почитать информацию, это сводки по футболу, рейтинги, хотя все это и в интернете, и в телевизоре все есть, конечно. Ну вот мужчины постарше, и дедушки в кафе мужских, они любят так сидеть, либо за завтраком. В общем, газетки традиционно еще листают, но это, конечно, уже мало. Это старшее поколение. Они смотрят, вот газетки читают и смотрят телевизор, конечно же. Другое поколение уже идет среднего возраста. Это когда типа лет 60, и там лет условно до молодежи пользуются интернетом. Также могут в интернете YouTube смотреть, новости оттуда черпать, новостные сайты различные, то же самое газеты просто онлайн их пересматривать и так далее. То есть доступ к интернету, интернетом активно пользуются. Если мы берем генератор новостей для среднего поколения, для молодежи и среднего возраста, это общая большая масса населения в стране, будем упор делать на них, которые избираются, у них есть избирательное право голосовать на выборах, условно там лет с 18, когда у тебя есть право голоса, ты идешь на выборы. Вот это самая активная работающая часть населения, и деньги в экономику приносят, и право голосовать имеют. На них и работает, по сути, политик всегда. Это самая главная сфера его избирателей. И вот этот вот, скажем так, костяк самый, который каждая партия, каждое политическое направление хотят себе завоевать, забрать себе, да, их голоса и внимание перетянуть. Так вот эти люди в первую очередь берут информацию из интернета. И самая главная новостная площадка в Турции, в интернете, это твиттер. Раньше твиттер, теперь икс, ну я по старинке твиттером называю, мне как-то так привычнее. Второе новостное поле у нас это инстаграм. Там тоже у нас уже менее активность, самое главное, это, конечно, твиттер, затем идет инстан с какими-то перепостами, пересылками и так далее, от еще вот этого среднего возраста поколения. Самый главный мессенджер в стране, это, конечно же, ватсап, где тоже идут пересылки. Телеграм сейчас у многих есть, скачали, но в основном не пользуются на самом деле, или для общения с иностранными друзьями, знакомыми, там, любовями, или еще кем-то, какое-то общение. Телеграм не распространен, как вот именно мессенджер рабочий, до сих пор он остается ватсап главным. А телеграм, знаете, такая запаска, вдруг заблокируют интернет, инстаграм отключат, все вот инстаграм, когда летом отключали, побежали в телегу качать, да. Поэтому в телеграме турецком каналы новостные есть, но у них не так много подписчиков, на самом деле, это не те рейтинги, которые есть в твиттере или в телевизоре. То есть у нас по факту твиттер и телевизор две самые главные площадки в интернете, интернет, ну или телевизор в интернете, короче, именно поглощение информации. И телега такой запасной вариант, там это еще не очень развито, и у турок еще нет этой привычки черпать информацию из телеги. Поэтому у них эта привычка, как мы новостные паблики в телеге листаем, постсоветское пространство, то они это то же самое делают в твиттере. Поэтому у каждого политика, у каждого новостного агентства должен и обязан быть твиттер. Это самое главное, что ты хочешь куда-то донести, самая свежая, самая, скорее всего, честная, неподцензурированная новость, она будет всегда в твиттере просто вспышкой. И ее тут же такие же жаждущие подхватывают и твиттерят. Она так разносится просто. Тысяча перепостов. Пока ее, может быть, не заблокируют, не запретят или скажут, что это фейк, или еще какое-то давление из-за мнения начнется. Поэтому твиттер – это источник, скорее всего, самой быстрой, самой актуальной, самой честной информации, новостей. Если это было в твиттере, скорее всего, из твиттера уже перекочивают в новостную повестку в телевизоре. Чем твиттер хорош? Тем, что он очень быстрый, его трудно отконтролировать, его там трудно удалить какую-то новость, потому что сетки очень быстро появляются твиттеры, и что попало в твиттер, там навсегда и остается. Чем пользуются государства, политики, власть в партии сейчас? Тем, что они очень хорошо мониторят настроение в соцсетях людей. Они мониторят Инстаграм, но не очень сильно, у него нет такого влияния большого, твиттер. Репосты, комментарии, сколько лайков, сколько ответов твитов, какие реакции людей, рады, не рады, эмоциональные настроения. Если вы в этой каше внутри страны шарите, знаете турецкий язык, варитесь, вы четко можете отследить, что какая-то новостная вспышка, любая новость, неважно какая, какие эмоции, реакции твиты набирает в твиттере, такая будет в итоге и реакция исходить из этого от властей. Попытаются замять, попытаются переключить какое-то внимание, дадут внимание этой новости, чтобы людей успокоить. Очень вот это зондирование, узнавание почвы происходит через соцсети. И всегда есть стимул и реакция, всегда на это есть реакция. Просто игнорирование здесь не включается, потому что здесь есть 50% оппозиции, очень легко быть недовольна. Хотя, несмотря на то, что я уже говорила до этого, последние годы цензурирование увеличивается. Закон в октябре 2022 года у нас о соцсетях вступил в силу за неполный год, еще октября у нас нет, ну условно за 11 месяцев, 26 журналистов из соцсетей уже были осуждены, получили различные наказания за фейки в интернете. Фейки это все, что такое Роскомнадзор в России, здесь тоже в Турции такой есть сайт, который считает официально выпускает сводки. Вот эта новость, набравшая большие обороты, это фейк. Вот как вот этот сайт государству назвал, что это фейк, вот с этого момента, за распространение этой новости, за говорение о ней, пропаганду этой новости, пропаганду, в смысле продвижения я имею в виду, ты можешь уже все получить, какой-то срок судимости и так далее. Вот это и есть такая негласная, по сути, цензура над журналистами, над газетчиками, вообще над всеми, над блогерами, в том числе в интернете. По поводу телевидения, в Турции есть каналы разные, есть оппозиционные, есть проправительственные, пропагандистические, естественно, и, скажем, если мы про новости говорим, да, то есть, ну здесь у нас сразу видно, кто какие новости озвучивает, какие куда-то в поле не попадают, то есть, я не буду называть названия каналов, кто тоже тут живет, все это понимает сам прекрасно, не хочется кому-то там рекламу делать, да, или кого-то куда-то какие-то ярлыки навешивать, в каждое должно быть, я считаю, свое мнение на эту тему сформироваться, для кого это пропаганда, для кого это независимое какое-то, СМИ более свободное, но по факту супер-мега свободных СМИ, как это было 10-15 лет назад, сейчас в телевидении турецком, в инфополе нет, потому что это же давление, это прессинг какой-то со стороны государства, как регулирующего органа судов и так далее, поэтому очень много всяких судебных дел было, за клевету уголовки всякие возбуждают административки, вот за фейки распространения, никто под это попасть не хочет, потерять лицензию на вещание и так далее, есть, конечно, тема, например, как убийство девочки Нарин, которая недавно активно все освещалась, которую нельзя сдержать, и уже на риск оппозиционных либо независимых каналов, на их риск они этому максимально, скажем так, уделяют внимание, но тут же, если мы берем именно оппозиционный момент, если канал или новостная какая-то, там, знаю, газета, новостное какое-то агентство поддерживают что-то оппозиционное или не оппозиционное, неважно, промоконистическое государство или оппозиционное, мы не забываем о их неком предвзятом отношении, они могут усугублять историю, я не про это дело, а вообще в общем говорю, да, они могут давать какой-то темп этому, уделять больше внимания для того, чтобы воздействовать на мнение людей, на их реакцию, на их эмоции и так далее. Вот это и структура, скажем так, откуда турки берут новости. Я еще не упомянула вам, как соцсети, это Facebook. Facebook есть практически, не у всех, но практически у каждого среднестатистического, среднего возраста и старше турка. Молодые им практически уже не пользуются, это не супер популярно, это у них TikTok, у них Instagram, у них как бы такого плана, да, Twitch всякие, все то же самое, как и у всех. А у поколения среднего возраста и постарше еще остался Facebook, который они ведут, там новостного очень мало, но ранее когда-то до Twitter, Facebook тоже был таким хорошим новостником, оттуда много что цепляли, но это было 15 лет назад, когда была эра Facebook, назовем так, когда на заменку не пришли всякие Instagram, и Twitter, и X, и Facebook потерял вообще свою актуальность, и он такой, знаете, медленный, эти посты, когда твиты разлетаются в Twitter, скорость, конечно же, TikTok и Twitter, это скорость, это сейчас на повестке самое вот то, что люди чем пользуются, это больше темп жизни у нас, да, изменился социальный. Так вот, как турки смотрят новости, фильтруют, скажу так сразу, что новостями интересуются далеко не все, очень большой процент населения в стране стараются не замечать, что происходит, не интересоваться политикой, геополитикой, еще чем-то, вообще никуда не лезть, ничего не смотреть, они отключают, там, не знаю, в интернете особо не шарится, это очень много людей таких, которые вечером включают телевизор, каналы, которые они хотят смотреть, им дают эмоции, это новость, там-то вот убили, этого посадили, там-то украли, ты а-а-а-а, попереживал, посмотрел, пахал, паухал, а тут еще хорошая тебе новость какая-нибудь, например, да, то есть на эмоцию, чтобы некий вакуум создавался, ты посмотрел, почувствовал, что ты поучаствовал в жизни страны, поинтересовался этим фильтром новостей, выключил, пошел спать, завтра на работу и вот так, день сурка такой, да, есть? Две ячейки еще, молодые, активные, которые все везде смотрят, и новость они в курсе, и подпишутся на там новостные, и в твиттере сидят и так далее, это молодое поколение, которым нужна информация, которые хотят еще вот максимализм, что-то решать, быть в курсе, в деле, молодые, это там условно от 18 лет до там лет 35, они поглощают всю информацию везде, у них есть критическое мышление, если они этим интересуются, что-то плюсы, минусы, понимают, что происходит, и от 35 и постарше, тоже есть прослойка активных, еще там лет условно до 60 людей, которые, это в основном твиттер, это в основном какие-то выборочные, новостные каналы, тоже критическое мышление, смотрят туда-сюда, что-то, ходят на выборы, вот это избиратели, которые ходят на выборы, отдают свои голоса, поэтому в Турции хорошая явка, они хотят еще верить, то, что они в чем-то участвуют, принимают активную жизнь какую-то в стране, деятельность, короче, в счет еще верят, скажем так, не опустили руки, назовем так, они активные жители страны, которые хотят на что-то влиять, или условно там действовать, задействованными быть в выборах, в политических процессах, выбирать, скажем так, свое будущее, поэтому, когда я говорю, что новости, которые мне на самом деле интересуются турки, почему я такую пометку делаю всегда, потому что люди, которые интересуются новостями, это критическое мышление, это точно те люди, с которыми, скорее всего, берут новости из интернета, из инстаграма, из твиттера, они навряд ли, меньше всего смотрят телевизор, но, либо смотрят его, и критически, как бы оценивают, там им правду сказали или нет, а вот другое мнение какое есть, они сопоставляют, поэтому то, что на самом деле, чем интересуются и живут турки, если мы откроем телевизор, и не важно, какие каналы, это будет не совсем то, чем на самом деле, внутри, в стране, люди интересуются, о чем они сплетничают в кафе, с родственниками, за столом, не обязательно дома, в кафе за столом, пожалуйста, обсуждают, что с друзьями, там условно в курилке, это будет твиттер, это не телевизор, скорее всего, это будет все-таки выжимка из твиттера, опять же, скажу почему, потому что быстрые, резкие, нецензурированные новости там, и скорее всего, самые верные, правдивые, которые не прошли вот это почесывание, обработку, сглаживание какое-то, когда они потом перекочевывают и попадают в телевидение или в газеты, и на какие-то новостные сайты, например, что могу отметить, что вот любые новостные издания и каналы различные, они очень четко тоже считывают интерес людей и поднимают себе рейтингами, спокойно, лояльно как-то, ставя как-то вопросы, затрагивают животрепещущие темы общества, их тогда смотрят, к ним приходят, но они, я скажу, делают это мягко, в силу закона о СМИ, которые в Турции с 22-го года не остро как-то ставят вопросы, темы какие-то, чтобы не попасть под какое-либо дело, уголовное, административное и так далее, под наказание. И следующий момент, набравшие, скажем так, популярность за последние два года, вот эти все сдерживания, опросы на улице. У нас в новостях, в моих выпусках вы видели, я тогда вот девушку недавно у нас, 7 месяцев условно ей дали за то, что она сказала оскорбительно прямое свое мнение о президенте, о партии, о людях там различных в стране, вот, оскорбила, короче, всех, ей дали за эту условку. Так вот, это был вот этот опрос на улице, называется там, например, волосатый или лохматый микрофон, вот это вот защита условно, да. Что там? Это когда у людей спрашивают их настоящее неприлизанное мнение, когда они говорят вот эти сплетни, рассуждения свои, которые есть в кругу друзей, родственников, знакомых, с подругами, друзьями, и также на улице доверяют человеку с вот этим микрофоном. Кто эти опросы делает? Это блогеры. Это YouTube, это Twitch, может быть, там тоже постятся, какие-то вырезки обсуждаются. На основном, это блогеры из YouTube, соцсетей каких-то. И вот сейчас планируется вводить законы регуляцию, какую-то некой лицензии, я об этом в выпуске новостей давно еще говорила, сейчас обсуждается в правительстве закон о выдаче некой лицензии в первую очередь для вот этих опросников на улице, где люди могут сказать свое настоящее мнение, не стесняться, не бояться чего-то, не ограничивать, не включать самоцензуру. Это лицензия, это право на проведение соцопросов и подачи новостной информации в социальном вот этом интернет-пространстве. То есть, если ты хочешь опросики всякие делать, показывать, что они думают, получи лицензию. Почему? Лицензия – это твой документ, условно паспорт получается для вот такого опросника-блогера. Это твоя регистрация, твои данные, твои контакты, твоя налоговая. И, соответственно, чем ты больше даешь информации, тем проще на тебя надавить, если это лишний рычаг, давление на человека, который производит эту новость или делает соцопрос, это тоже, ну, собственно, сам по себе новостью является. Я могу точно ответить, что за последние годы в связи с всякими законами, да, турки стали поосторожнее в соцсетях, не то, чтобы фильтровать, но они фильтруют, конечно, раньше там некую прямую агрессию, я скажу. Потому что есть статья за оскорбление президента, правящего режима, то есть очень легко, если ты пооткрыто будешь говорить, ты там тот-то, тот-то, такой-то, такой-то напрямую, да, оскорблять, за это можно сразу, конечно, по тебя подтянут, получить вообще уголовку. Поэтому, сесть, короче, можно за это. Поэтому люди стали, да, сдерживаться, но если какие-то острые социальные моменты в новостях, как убийство ребенка, как какое-то несправосудие, да, несправедливость, еще что-то, экономическое что-то, там украли, там не посадили, несправедливость какая-то, вот эта вот самая эмоция, сейчас нерв в обществе, то тогда люди себя не сдерживают, они максимально говорят то, что думают в комментариях сразу, ну, напрямую вообще все. Я больше скажу, что я заметила, что в такие моменты каких-то наказаний нет, потому что хорошо мониторят соцсети и понимают, политологи в том числе, что людям надо давать выпускать свои эмоции, так что пусть они напишут в комментариях в интернете массово на какую-то новость, нежели останутся неуслышанными, невысказанными, скажем так, да, и с этой замедленной бомбой активности, эмоции неразделенно какой-то пойдут вовне в общество, например, да, и притянут к себе еще больше людей, которые, может быть, с ними будут согласны. Вот так все не так просто на новостном информационном поле в Турции, я вам просто разложила эту внутреннюю подноготную, что здесь, как происходит, не знаю, интересно вам это или нет, напишите в комментариях под видео, то, что вы по этому поводу думаете, вообще понравилось ли вам такое видео, и напишите, пожалуйста, идеи для новых видео, что вам о жизни турок вот здесь социального в обществе было бы интересно узнать. Я с удовольствием подумаю об этом и сниму подобное видео. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции, чтобы не быть обманутым, подписывайтесь на него, всегда будете в курсе событий реально актуальных новостей здесь в обществе. Привет хочу передать новым подписчикам, большое вам спасибо за доверие, пишите темы для новых видео в комментариях, скоро увидимся, всем пока!